Беседа седьмая, Бытие 1.20 И сказал Бог Да произойдет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею, и твердей небесной. И стало так, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. О! Вчера мы достаточно обличили их, ходивших на конские аресталища. Показали им великий вред, какой они потерпели, расточив вдруг духовное богатство, собранное имя от поста, и из великого обилия внезапно повернув себя в крайнюю нищету. Сегодня же употребим более легкий способ врачевания, обвяжем душевные раны так, как бы это были наши члены. Ведь вчера мы приложили более острые лекарства не для того, чтобы только опечалить их и увеличить боль, но чтобы сильным средством достигнуть раны. Так обыкновенно делают и врачи, и отцы. Первые прикладывают более сильные лекарства, а как рана прорвется, тогда уже употребляют успокоительные. А отцы, когда веют свои детей бесчинствующим, употребляют сперва сильные обличения, а потом внушения и увещания. Таким же образом и мы вчера сказали сильные обличения, а сегодня побеседуем кротко, и будем врачевать их, как свои члены. Как ваше предстояние сообщает нам более дерзновение, и наше духовное богатство видеть вас возрастающими в духовном, сияющими добродетелю и воздерживающимися от вредного. Так, когда замечаем, что вы притыкаетесь и увлекаетесь дьявольскими обольщениями, исполняемся скорби и стыд, так сказать, разливается у нас по душе, подобно блаженному Павлу. Мы тогда живы, когда вы стоите в Господе. Итак, как совершенные и разумные, заднее забывайте и простирайтесь вперед. И возобновив заветы, которые вы поставили со Христом, храните их в треть твердо, здравым рассуждением заключив всякий вход дьявольским козням. По следующим усердием смойте нечистоту, приставшую к вам от беспечности. Победите неуместную и вредную привычку, размыслив, что зло не в том только, что ходящие туда, на конские аресталищи, причиняют самим себе великий вред, но и в том, что служат соблазном для многих других. В самом деле, когда увидят язычники иудеи, что тот, кто каждодневно бывает в церкви и постоянно слушает поучения, вдруг является там и смешивается с ними, то не сочтут ли нашего учения обманом и не возымеет ли такого же мнения обо всем, что у нас есть? Разве не слышишь, как блаженный Павел громогласно убеждает и советует? Итак, будьте без преткновения. 1 Коринфян 10.32 А чтобы не подумал-то, будто такое внушение его касается только своих, принадлежащих вместе с нами к одному обществу, он прибавил и иудеям, и еленам. Не издавайте соблазна. И потом уже сказал, и церкви Божией. Ничто столько не вредит нашей вере, как то, когда мы подаем соблазн неверующим. Когда они видят, что некоторые у нас сияют добродетели и показывают великое презрение к мирскому, то одни из них досадуют, а другие нередко приходят в удивление, изумляются, что люди, одинаковые с ними по природе, живут не одинаково с ними. Напротив, когда заметят в ком-либо из нас, хотя малую небрежность, тот сейчас изощряет язык против всех нас вообще. И из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всем христианском народе. И даже не останавливаются и на этом, но на погибель себе из-за небрежности рабов осмеливается хулить всеобщего владыку и чужую беспечность считает покровом своего собственного заблуждения. А что это подвергает величайшей опасности тех, которые подают повод к богохульству? Послушай пророка, который вопиет и говорит от лица Божия «Горе вам, что ради вас хулится имя Божие в язычниках» Исайя 52.5. Страшное, ужасающее слово. Это горе есть как бы вопль плачущего о людях, имеющих подвергнуться неизбежному наказанию. Но как подающих свою беспечностью повод неверному к богохульству ожидает столь великое наказание, так напротив, заботящихся о добродетели ожидает бесчисленные венцы. Это самое внушая Христос и сказал «Так да светит свет ваш перед человеками, чтобы они видели добрые дела ваши и прославили Отца вашего Небесного». Как неверное соблазняет с беспечностью некоторых христиан и заощряет язык против Господа нашего, так когда вы, говорит Христос, живете добродетельно, люди вас видящие не останавливаются на прославлении вас, но видя, что ваши дела сияют и озаряют лица ваши, возбуждаются к прославлению Небесного Отца вашего. А между тем, как это делается ими, награда нам, нам же умножается. За прославление от них Господь нам дарует бесчисленные блага. Прославляющих меня, говорит Он, прославлю. 1 Царство 2.30 Итак, возлюбленные, будем все делать так, чтобы славился Господь наш, и не подадим никому повода к соблазну. Этому постоянно учит нас вселенский учитель, блаженный Павел. В одном месте он говорит, «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек». 1 Коринфянам 8.13 А в другом, «Таким образом согрешая против братьев, вы уязвляете немощную их совесть. Вы согрешаете против Христа». Угроза сильная, подвергающая тяжкому осуждению. «Не подумай», говорит, «будто вред касается только того, кто тобой соблазняется». Нет, он переходит на самого Христа, распятого за того человека. Если же Господь твой не отрекся быть распятым за него, то ты уже ли не решишься сделать все, чтобы только не подать ему никакого повода к соблазну? И везде, как ты найдешь, он внушает это ученикам своим, потому что от этого зависит благосостояние жизни нашей. Поэтому и в другом послании он говорит, «И каждый заботится не только о себе, но и о ближнем». Еще в другом месте. Все мне позволительно, но не все полезно. Видишь ли апостольскую мудрость? Хотя и можно бы мне, говорит, что-нибудь сделать, и нисколько это не вредит мне. Однако я не позволю себе это сделать, так как это не способствует назиданию ближнего. Вот любящая душа. Вот как она заботится не о себе только, но во всем показывает величайшую добродетель, состоящую в том, чтобы заботиться о назидании ближнего. Зная все это, будем прошу беречься и воздерживаться от того, что может причинить вред богатств нашей добродетели. Никогда также не будем делать ничего такого, что как-нибудь вредит ближнему. Это и увеличивает грех, и более тяжкой приготовляет нам наказание. Не будем пренебрегать и самым незначительным человеком и говорить такие жесткие слова. Какое мне дело, если он соблазняется? Что говоришь, скажи мне? Какое тебе дело? Христос повелел тебе вести такую чистую жизнь, чтобы видящие тебя не только удивлялись тебе, но и прославляли твоего Господа. А ты делаешь противное, заставляешь вместо словословия произносить хулы на него, и нисколько не беспокоишься. Если это признак души, благочестивой и верной, знающей законы Божии. Но если кто прежде по привычке, безразличный и говорил так, то теперь, приняв наше внушение, отвыкнет от этих неприличных слов и постарается делать все так, чтобы ему и не подвергнуться осуждению от неусыпного того ока и не испытывать упреков своей совести, и чтобы видящие его не произносили хулы на Господа. Если мы будем с такой осторожностью располагать своими поступками, то получим и от Господа великую милость и избегнем козни дьявольских. Когда дьявол увидит, что мы так бдительны и осторожны, то знает, что его покушения будут бесполезны удалиться со стыдом, но для вступления довольно. Теперь, предложив вашей любви нынешнее чтение из Писания, приготовим вам духовное угощение и рассмотрим, чему и сегодня хочет научить нас блаженный Моисей или лучше сказать Святой Дух и его устами. Что же он говорит? И сказал Бог, да произойдет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной, и стало так. Смотри на человека, о любви и Господа, как он учит нас о всяком творении своем в порядке и последовательности. Серван показал нам, как своим повелением возбудил он землю к произращению плодов. Потом дав знать о сотворении двух светил, сказал и о разнообразных звездах, посредством которых сделал красоту неба блистательнейшую. Сегодня переходит уже к водам и показывает нам, что из них словом и повелением его произошли одушевленные животные. Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы небесные да полетят над землей по тверде небесной. Какой ум, скажи мне, может постигнуть это чудо? Какой язык будет в состоянии достойно прославить Создателя? Сказал только, да произрастет земля, и тотчас возбудил ее к подношению. И теперь говорит, да изведут воды. Смотри, как согласны между собой его повеления. Там говорит, да произрастет, а здесь, да произведет вода. Явилось великое разнообразие цветов, трав, семян, и все произошло по одному слову, так и здесь сказал. И вдруг произошло столько родов пресмыкающих, такое разнообразие птиц, что и исчислить словами невозможно. Слово краткое, речей не одно, а роды животных многочисленны и разнообразны. Но не изумляйся, возлюбленный, это слово Божие. А слово Божие даровало бытие, всему существующему. Видишь, как он все приводит из небытия в бытие. Видишь обстоятельность учения. Видишь нисхождение Господа к роду нашему. Откуда бы мы могли узнать это так обстоятельно, если бы он по великому незреченному человеколюбию своему не благоволил устами пророка научить роды человеческие, чтобы мы знали и порядок создания тварей, и силу Творца, и то, как слово его стало делом, и по велению его дало тварям состав и указало способ происхождения. Но есть такие неблагодарные, которые после такого научения осмеливаются не верить и не допускают даже, чтобы был создатель видимого. Но одни из них говорят, что все произошло само собою, а другие, что создано из какого-то готового вещества. Смотри, какое обольщение дьявола. Как он воспользовался легковерием поддающихся заблуждению. Поэтому-то блаженный Моисей, наставляемый Духом Божиим, и учит нас такой обстоятельностью, чтобы мы не впали в одинаковые с этими людьми заблуждения, но могли ясно знать и порядок, и способ сотворения каждой вещи. Если бы Бог не заботился о нашем спасении и не поруководил языком пророка, то довольно было бы сказать, что Бог сотворил небо и землю, и море животных, не показывая ни порядка дней, ни того, что создано, прежде, что после. Но чтобы неблагодарным не оставалось никакого предлога к извинению, Моисей так ясно различает и порядок творений, и число дней, и обо всем учит нас с великим снисхождением, чтобы мы, узнав всю истину, уже не внимали ложному учению тех, которые обо всем говорят по собственным умозаключениям. Но могли бы постигнуть неизреченную силу нашего Создателя. И было сказано так, и сказал, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной, и послушалась стихия, и повеление исполнилось, и стало так, как повелел Господь, и сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Смотри здесь, какова премудрость Духа. Сказав вообще, что было так, блаженный Моисей, учит нас и подробно, когда говорит далее, и сотворил Бог рыб больших. Здесь опять обузовый дерзость тех, которые обо всем говорят, необдуманно, чтобы не вздумал кто-либо говорить, для чего это созданы киты, какую они доставляют нам услугу, какая польза от их сотворения. Моисей, сказав, сотворил Бог рыбы великие, и всякую душу животных, гадов, птиц, тотчас присовокупляет, и увидел Бог, что это хорошо. Не дерзай, говорит, поносить творения Божие, потому только, что тебе неизвестна цель их. Слышал ты, как Господь произнес приговор и сказал, хорошо. Как же безрассудно отваживаешься говорить, для чего это сделано, и поносить создание этих тварей, как будто ненужных. Если будешь благоразумен, то можешь из создания этих тварей познать и могущество, и незреченное человеколюбие Господа. Могущество в том, что Он словом и повелением произвел таких животных, а человеколюбие в том, что произведший их назначил им свое место в неизмеримом море, чтобы они никому не вредили, но жили бы в водах и видом своим возвещали о высочайшем могуществе Творца, не причиняя никакого вреда человеческому роду. Уже ли ты считаешь это маловажным благодеянием, что от них бывает тебе двоякая польза? Они благомыслящих приводят к познанию Бога и располагают изумляться великому его человеколюбию в том, что освободил человеческий род от вреда с их стороны. Ведь не все же создано только для нашего употребления, но по великой его щедродательности иной сотворенно для нашего употребления, а другое для того, чтобы возвещалось могущество создавшего это. Итак, слыша, что увидел Бог, что это хорошо, не дерзай противоречить Божественному Писанию, не задавайся праздными и излишними вопросами и говори, почему и то, и то создано. И благословил их Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте воды и птицы да полетят да над морями да умножаются на земле. 54. Благословение состоит в том, чтобы эти животные размножались. Так как созданы были одушевленные твари, и Творцу угодно было, чтобы они существовали постоянно, то Моисей и присовокупил и благословил, и Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь. И это Слово Божие доселе сохраняет их. Протекло столько времени, и ни одна порода их не уменьшилась. Благословение Божие и это Слово плодитесь и размножайтесь даровало им способность продолжать бытие свое непрерывно. И было сказано вечер, было утро, день пятый. Видел ты, как Божественное Писание преподало нам учение о том, что сотворено в пятый день. Но подожди несколько и опять увидишь в человеколюбе Господа. Он не только возбудил воды к порождению животных, а повелел из земли произойти животным суши. Неуместно сегодня коснуться несколько и того, что сотворено было в шестой день. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов, гадов, зверей земных, породу их. И стало так, стих 24, видишь, как и земля, повинуясь Божию по велению, приносит двойной плод. Тогда произвела она растение, а теперь одушевленные животные, четвероногие, пресмыкающиеся, зверей и скотов. Вот и теперь оказывается то же, о чем я прежде говорил. То есть, что Бог создал все не для нашего только употребления, но и для того, чтобы мы, видя великое богатство создания его, изумлялись могуществу создателя и могли понять, что все это с премудростью и несказанные благости созданы для чести имеющего девица человека. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Где теперь осмеливающиеся говорит, для чего звери, для чего пресмыкающиеся? Пусть они послушают слов Божественного Писания, увидел Бог, что это хорошо. Скажи мне, сам Творец одобряет творимое, а ты осмеливаешься поносить? Какое же это безумие? Ведь, что касается досемянных растений, земля произвела не только плодовитые дерева, но и бесплодные, не только бесполезные для нас травы, но и неизвестные, и даже вредные нам, однако поэтому никто не осмеливается хулить эти создания, так как ничего не создано напрасно и без цели, да и похвалы не получило бы от Творца, если бы не было создано для какого-либо полезного употребления, как и между деревами не все плодоносные, но много и бесплодных, а между тем и эти последние, не меньше плодоносных, доставляют нам удивительную пользу, способствуют нашему покою, потому что из них мы приготовляем дома и многие другие удобства, способствующие нашему покою, да и вообще нет ничего, чтобы создано было без цели, хотя человеческая природа и не состояние наверное узнать цель всякой вещи, и так как между деревами, так и между животными, одни годны нам в пищу, а другие для работы, да и звери, и гады доставляют немалую услугу, если кто захочет рассмотреть дело добросовестно, найдет, что и теперь, когда мы за прислушание первого человека лишились власти над ними, много бывает нам от них пользы, врачи например, из них берут из чего составляет лекарство полезное для здоровья нашего тела, а с другой стороны, какой вред от сотворения зверей, когда и они подобно кротким животным должны вставали находиться под властью имеющего вскоре быть созданным человека, этого теперь пока довольно, а чтобы тебе понять безмерную любовь, какую владыка вселенной является нашему роду, подумай, что он после того, как распростер небо, разослал землю, создал тверь, которая образовала собой как бы стену, разделяющую воды, потом, повелев водам собрать, их назвал морями, а сушу землею, которые после украсил растениями и травами, затем перешел к созданию двух великих светил и многоразличных звезд, которыми украсил небо, потом, произведший из воду одушевленных животных и птиц, летающих по земле по тверде небесной, и в пятый день поелику належало создать земных животных, повелев явиться и этим как годным пищу, так и полезным для работы, равно и зверям и присмыкающимся, наконец, когда все уже устроил и всему видимому дал надлежащий порядок и красоту, когда приготовил роскошную трапезу, полную разных и всякого рода ясту, и показывающую во всем изобилии и богатству, когда, так сказать, царский чертог блистательно украсил от верха до низу, тогда-то наконец создает того, кто имеет наслаждаться всем этим, дает ему власть над всем видимым и показывает, во сколько крат это имеюще быть созданным животное превосходнее всего сотворенного, когда он повелевает всем тварям быть под его властью и управлением. Но чтобы нам не слишком распространять слово, удовольствимся и тем, что уже сказано о беседе о создании этого удивительного, разумного и одушевленного животного, то есть человека, отложим до следующего дня. Впрочем, и ныне предложим вам обычное увещание, чтобы вы и сказанное хранили в памяти и всем видимым возбуждали себя к словословию Господа. И то самое, что мы не в состоянии постигнуть и понять цель всего сотворенного, пусть будет для нас не основанием неверия, но побуждением к словословию, когда рассудок твой окажется бессильным и ум не будет в состоянии понять, тогда заключай величие твоего Господа из того самого, что могущество его таково, что мы не знаем с точностью даже цели созданного им. Это свойственно благомыслящему уму трезвенной душе. Эти язычники заблудились так, потому что во всем доверились собственным умствованиям и не хотели обратить внимание на слабость своей природы, возмечтавшие о себе свыше меры и выступив за свои границы, они лишились принадлежащей им чести. Те, которые одарены разумом, получили от создателя честь первенства и были превосходнее всех видимых тварей. Эти самые дошли до такого неразумия, что стали поклоняться собакам, обезьянам, крокодилам и другим еще низшим тварям. И что говорить о неразумных животных? Многие из этих людей впали в такое безрассудство и безумие, что воздавали почтение чесноку и другим ничтожнейшим вещам. Указан на таких людей, пророк и сказал, уподобились скотам несмысленным и приложились к ним. Одаренный, говорит, разумом и удостоившийся такой мудрости стал похож на бессловесных, а может быть и хуже их. Те бессловесные, как существа неразумные, не подвергнутся наказанию, а одаренный разумом, если унизиться до их неразумности, потерпит тяжкое наказание за то, что оказался непризнательным к такому благодеянию. От этого, наконец, язычники назвали богами и камни, и деревья и обоготворили эти видимые стихии. Раз, уклонившись с прямого пути, они пошли по стремнинам и незринулись в самую бездну порока. 57. Но мы после всего этого не будем отчаиваться в их спасении, но сделаем, что зависит от нас. Будем говорить им со всей ревностью и терпением, объясняя им и нелепость их заблуждения, и великий вред от него, только никогда не будем терять надежды на их спасение. Можно полагать, что они со временем убедятся, особенно если мы будем жить так, чтобы не подавать им никакого соблазна. Многие из них, как видят, что некоторые из наших принадлежащих к нам и носящих имя христиан, подобно тем, похищают чужое, предаются любостяжанию, завидуют, злоумышляют, строят ковы, любят присущаться и веселиться и делают все прочее, уже не слушают словесных наставлений наших, думая, что наше учение обман и что все одинаково виновны. Подумай же, какие наказания постигнут таких христиан, когда они не только себе приготовляют неугасимый огонь, но и другим подают повод упорствовать в заблуждении и затыкать уши для наставлений в добродетели и сверх того поносить и живущих добродетельно и что всего хуже, когда из-за них хулится Господь. Видишь, сколько вреда от греха, видишь, что живущие порочно подвергают себя немалому, но самому тяжкому наказанию, когда они будут отвечать за все не только за свою собственную погибель, но и за соблазн заблудших и за бесчестие живущих добродетельно и за хулу на Бога, размыслив обо всем этом, не будем беспечны о своем спасении, но станем усердно заботиться о богоугодной жизни, зная, что за это особенно мы или осуждаемся, или удостаиваемся его милости. Будем же все делать так, чтобы нам и самим жить с доброй совестью и, коснеющим заблуждений, приводить нашей богоугодной жизни к истине, чтобы из-за нас и все наши единоверцы пользовались с доброй славой, а прежде всего славился бы Господь наш, и тем больше имел о нас попечения. Когда, смотря на нас, люди назидаются и прославляют Бога, тогда и мы удостоимся от Него большего благоволения. в самом деле, что может быть блаженнее человека, когда он живет так, что видящие его изумляются и говорят «Слава тебе, Боже, каковы христиане, какое выказывает любомудрие, как пренебрегает настоящим, как все считает тенью, сновидением и не привязан ни к чему видимому, но все делают так, как будто живут на чужой стороне и каждый день готовятся переселиться отсюда». Эти слова какую, думаешь, награду от Бога приносят уже и здесь тем, которые так живут? Особенно же важно и дивно то, что и говорящие это об нас скоро оставят заблуждение и обратятся к истине. А это сколь великое доставит таким людям дерзновение там, в будущей жизни, известно всякому. Итак, зная, что нам должно отвечать и за спасение и за погибель ближних, будем так устроять свою жизнь, чтобы не нам только было достаточно, но и другим было назидание, так, чтобы и здесь привлечь к себе великое благоволение Божие и в будущем веке обильно насладиться Божьей милостью по благодати и человеколюбию единородного Сына Его, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.